Слава нашему Богу, дорогая церковь! Мы не будем присаживаться. Давайте совершим молитву, чтобы Бог благословил Слово, которое есть перед нами. Отец наш, мы благословляем Твое Святое Имя, Иисус. Благодарим Тебя за возможность быть в церкви Твоей, в Доме Твоем, следовать за Тобою, иметь общение через причастие, близость с Тобою, Господь. Спасибо Тебе за то, что Ты заплатил за наши грехи, за наши беззакония, то, что Ты дал нам право называться и быть Твоими детьми. Мы благодарим Тебя, Иисус. Мы поклоняемся Тебе. Благослови нас сегодня Твоим присутствием, Словом Твоим еще больше, Господь. Меняй и преображай наши жизни и прославься Ты на этом месте. Тебе одному мы воздаем честь, хвалу и славу. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте славу для Бога воздадим. Слава Иисусу Христу. Мы можем присаживаться. Рад приветствовать сегодня всех, кто есть на втором потоке, всех, кто присоединился к онлайн-трансляции, кто смотрит нас из дома, может быть, кто-то из больницы, может быть, кто-то из отпуска, кто-то, может быть, уехал где-то по работе. Пусть Господь благословит сегодня всех нас и в зале, и у экранов наших гаджетов. Для нас сегодня мы слышали о том, что месяц, сентябрь в нашей церкви назван месяцем церкви. И мне сегодня огромная честь делиться словом. И знаете, о чем бы хотелось бы сегодня поговорить? Сегодня нас окружает мир электроники. И сегодня в кармане каждого из нас практически есть телефон, с которым можно позвонить, что-то посмотреть, что-то купить, что-то продать. Сегодня много техники, автомобили оснащены операционными системами, пылесосы умные, сами ездят, убирают. И так далее, и тому подобное. Знаете, каждая техника, которая есть сегодня, в нее производитель вложил определенные базовые настройки, вложил в нее принципы, по которым эта техника работает. Эти принципы мы можем что-то добавлять, что-то изменять, но базовые принципы, они являются неизменными. И знаете, вот с настройками телефонов особенно надо быть внимательными, чтобы не было, знаете, как в той шутке, когда одна женщина, говорит, попыталась смахнуть крышку с экрана телефона, заблокировала 247 контактов и купила трактор. Вы, наверное, кого-то узнали, да? И знаете, хотелось бы сегодня поговорить о настройках, базовых настройках церкви. Что Господь вложил, какие есть базовые настройки в самой главной институции, которая была создана во всей вселенной. Это церковь Господа Иисуса Христа. Итак, давайте мы посмотрим сегодня три главные настройки, которые вложены при создании церкви. Первое звучит так. Христос – глава церкви. Христос – глава церкви. Мы открываем послание к Колоссянам. Первая глава, 18 стих, написаны такие слова. Первое Колоссянам, Колоссянам 1,18. Он есть глава тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы ему иметь во всем первенство. Знаете, когда мы говорим о церкви, тут сразу важно прояснить одну простую истину. Многие из нас, когда мы слышим слово «церковь», мы представляем себе здание с золотыми куполами. Но важно понимать, что Библия говорит о церкви. Библия называет церковью, это греческое слово «экклессия», которое означает «собрание», собрание людей, верящих или уверовавших в Иисуса Христа. Когда собираются двое, трое людей, уверовавших в Иисуса Христа, это и есть церковь. Церковь по Библии – это люди, которые верят в Иисуса Христа. Место, где они собираются, называется «храм». Знаете, чтобы описать важность создания церкви, Слово Божье употребляет некоторые аллегории, некоторые образы, чтобы нам понять. И Библия из церковь обозначается такими словами, как «стадо овечек», как «семья», как «невеста», как «виноградная лоза». Также есть один образ, который называет церковь как «тело». И сегодня с призмы этого образа мы посмотрим на базовые настройки церкви. И первая истина, о которой мы говорили – Христос – глава церкви. Что означает слово «глава»? Слово «глава» означает быть главою, голова, начальник – самый главный. Если сказать простыми словами, это тот, кто направляет, тот, кто ведет, кто отвечает за свою церковь, кто на первом месте. Библия говорит, чтобы ему иметь во всем первенство. Глава – это тот, кто имеет первенство в нашей жизни. Знаете, это готовность. Когда мы говорим, что Иисус Христос – глава нашей жизни, мы готовы подчинить Ему свою жизнь, мы готовы следовать за Ним. Что означает, например, для меня лично Христос – глава? Это когда для меня отношения с Христом больше, чем грех. Если, может быть, есть какой-то грех в жизни человека, и для него отношения с Христом больше. Он борется, он прикладывает усилия. Я помню, было время, один брат пришел ко мне, он говорит, у меня такая ситуация, я на работе работаю и делаю заказы мимо кассы. Это гложет мою совесть. Я понимаю, что я делаю неправильно. Я хочу покаяться, я хочу пойти к начальнику, я хочу вывести это на свет, я хочу вернуть все, что я причинил вред фирме. Знаете, это есть главенство Христа, когда мы ценим Бога больше, чем грех, когда мы готовы бороться с грехом. Что еще означает иметь главенство Христа? Это позволить Богу направлять нас в главных жизненных вопросах, таких как, где учиться, где работать, где жить, с кем строить свою семью. Главные жизненные вопросы. Знаете, я помню, одна семья, они говорили о том, что им предложили хороший контракт, работы за границей, суперусловие, суперзарплата. Единственная была проблема, туда, куда они собирались ехать, там не было церкви. Знаете, они приняли решение отказаться от суперусловий, от супердоходов. Для них отношения с Христом были дороже. Это есть иметь Христа главою. Что это еще значит для меня? Это поставить, когда я позволяю Иисусу Христу поставить себя на конкретное служение. Когда Иисус глава, а мы части Его тела, и Библия говорит, что Он поставил части тела как Ему угодно. Когда я смиряюсь, когда я позволяю Иисусу Христу определить меня на то служение, которому Он меня призвал, это есть признать Иисуса главою. Это поставить Его Слово выше моих пониманий. Если в Слове написано, что важно простить, даже как бы сильно меня не обидели, как может быть глубоко меня не ранили, но я принимаю решение брать у Бога силу, прощать людей, это значит поставить Иисуса Христа главою. Знаете, это непросто. непросто по причине того, что часто воля Божья, Его замыслы, Его какие-то, может быть, водительства в нашей жизни. Не совсем нам понятно, не совсем мы можем понять. Нам кажется, надо идти так, а Бог нас ведет этой дорогой. Но когда мы Ему доверяем, когда мы Ему послушны, Бог проведет у нас самой лучшей дорогой. Знаете, я хочу рассказать пример, который произошел с нами недавно, в прошлом месяце, когда мы были в отпуске, мы поехали в такой автомобильный отпуск, посетили несколько городов. И вот в один вечер мы были в одном таком красивом городе, старый город, гуляли, наслаждались, было все хорошо. И так, скажем, добыли до того, что уже стало темно, уже поздно выезжали из этого города. Город на горе, узкие очень улочки. Мы вбили в навигатор, куда нам нужно ехать, и он нас повел. Мы как бы Ему доверились, едем, все хорошо. И, знаете, дорога становится уже, 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 она и так там узкая, то все уже, уже, уже. И тут мы вдруг понимаем, что мы уже едем не по дороге, а по какой-то непонятной местности. Уже дорога это назвать тяжело. И когда мы остановились, там три машины поехало отдельно, а мы поехали вдвоем с братом Максимом Леоновым. Мы останавливаемся, выходим из машины, светят фары, темно. А знаете, когда ты вышел и начинаешь понимать, где ты, я понимаю, что мы в таком месте, что дальше ехать невозможно и вернуться назад с левой стороны огромная скала, с правой стороны такой, там, десятки метров обрыв, дорога узкая, на одну машину развернуться невозможно. Еще и плюс под таким большим наклоном назад возвращаться темно, ничего не видно. И впереди большие ямы, такие бугры, и мы уже на центре этой дороги. Знаете, с нами был мой младший сын, он, сейчас видно, молодежь или вот дети маленькие, они слабо стрессоустойчивы, сразу плакать, все, мы тут будем спать, все пропало, мы говорим, Паша, успокойся, Господь нас выведет, все будет нормально. И мы, знаете, смотрим, как проехать, я понимаю, что если сейчас, ну, будем ехать, или бампер оторвем, или поддон сейчас разорвем, или вообще сядем где-то здесь, забуксуем и так далее. И вдруг выходит мужчина вместе со своей дочерью, и он не развалил на английском, дочь развалила на английском, и она объяснила о том, что каждый день навигатор заводит сюда машину, и каждый день тут люди застроют, последняя машина была буквально сегодня утром. Они говорят, постоянно мы тут помогаем людям и вытаскиваем. И он мне говорит, если вы будете смотреть на меня, я буду говорить вам, куда ехать, куда поворачивать руль, а вы делайте, что я вам говорю, и таким образом вы сможете съехать. Знаете, я думаю, ну, тут два варианта, либо ночевать там, либо как бы довериться этому человеку, которого фактически я как бы так и не сильно знаю. И вот он стоял впереди, он смотрел, и он показывал туда, вправо, влево, и я буквально по сантиметру, по несколько сантиметров, нажимая так на тормоз, спускался, спускался, там буквально 30 или 40 метров дороги, мы спускались около часа. Знаете, в одном таком опасном месте мне казалось, что надо брать влево, ближе к скале, а он говорит, бери вправо, ближе к обрыву. Я так, знаете, правее смотрю, там обрыва полметра, он говорит, еще правее, я еще туда, он еще правее, я еще туда. Уже понимаю, что уже скоро я уже почти над обрывом. И я был в машине, не было так страшно, а уже потом жена рассказала, говорит, ты колесом практически проехал, практически над обрывом. И знаете, мы полностью съехали с этой горы, нигде ничего не зацепили, все было нормально, все было хорошо. И знаете, я для себя еще раз утвердился в этой простой истине. Когда мы готовы довериться Иисусу Христу, даже где нам непонятно, даже нам, может быть, не ясно, как Он нас проведет, но если мы Ему доверяем, Бог благословит нашу жизнь. Слово Божие говорит, ибо я знаю, Бог говорит, намерение, которое имею у вас, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать будущность и надежду. Доверяйте Иисусу. Давайте доверять Иисусу Христу. И знаете, насколько Иисус Христос будет главой церкви, зависит, насколько Он будет главой для каждого из нас. Ведь церковь – это мы с вами. Если каждый из нас, мы признаем Иисуса Христа как своего главу, Он будет направлять и вести свою церковь. Итак, первое мы говорили, Христос – глава церкви. Второе – мы части одного тела. Первая Коринфянам, 12 глава, написаны такие стихи. Первая Коринфянам, 12. Мы читаем с вами Слово Божие, оно также есть на экране. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободны, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если на ногах скажут, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? Если ухо скажут, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно не принадлежит к телу? Если все тело – глаз, то где слух, если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна, или так же голова ногам, вы мне не нужны. Знаете, когда мы читаем 12 и 13 стих, то за два этих стиха четыре раза упоминается, что тело, оно одно. Мы части одного тела. Знаете, мы сами по себе, как индивидуально, мы части Иисуса Христа, а вместе составляем Его тело, Его церковь. О чем нам говорит эта истина? Мы не можем исполнить волю Божью индивидуально. Мы можем исполнить Божью вместе, как Его тело, как одно целое, как Его церковь. Да, нам важно строить личные отношения со Христом, индивидуальные личные отношения со Христом. Но трудимся мы для Него вместе, как тело, как церковь, как одно целое. Знаете, в теле работает не только одна часть, все части тела, они важны, и они работают в взаимоотношениях. Знаете, для христианина природно быть частью церкви. И я не смогу иметь отношения к главе без отношения с его телом, без отношения друг с другом, без отношения с людьми, которые меня окружают. И мы нуждаемся в друг друге, мы призваны быть одним телом. И знаете, что важно в теле? Это единство. Тело сильно тогда, когда оно имеет единство, когда оно работает синхронно, когда оно не разделяется. И когда я думал об этом, я посмотрел о том, что тут написано две вещи, которые пытаются разрушить единство тела изнутри. Знаете, что первое разрушает единство, когда мы трудимся для Бога? Первое – это неуверенность или зависть. 15 стих написано, смотрите, что написано. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз. Первая такая уловка, которую дьявол использует, чтобы рушить единство в церкви, взаимоотношения между нами – это недооцененность. Когда я смотрю на себя, я себя недооцениваю, я себя сравниваю с кем-то. О, я не могу нести служение, потому что у меня нет таких дорог и талантов, как у того человека, или у этой сестры, у этого брата. И человек по такой причине, недооценивая себя, может просто не служить Богу. Иногда мы служим Богу, но иногда тоже мы сравниваем себя с другими и смотрим, о, у того это хорошо получается, вот тут он успешный, вот здесь он классно действует, а я так не могу, у меня так не получается. И знаете, я начинаю, недооценивая себя, завидовать кому-то, сравнивать себя с другим человеком, потом начинаю искать какие-то, скажем так, неправильные поступки у того человека, как он проявляется по-другому. И мы обязательно найдем, знаете, потому что рука и нога, они функционируют по-другому. Если рука будет смотреть на ногу, она не так функционирует, как рука, и нога не так функционирует, как рука, рука не так, как нога, обязательно мы это найдем. Но Библия говорит о том, что Бог поставил членов в церкви, как ему угодно. Бог каждому из нас дал дары, Бог каждому из нас дал таланты, и каждый из нас, он ценен в своем предназначении. Может быть, у тебя в сердце любовь к детям, служи детям. Может быть, в твоем сердце есть небезразличие к подросткам, молодежи, служи им. Если ты видишь нужду в том, чтобы петь, славить Бога, ты служишь в этом таланте, ты служишь в этом даре. У каждого из нас Бог дал нам свои дары. И знаете, так как важно не недооценивать себя, а смотреть на себя через призму своих даров, тех, которые Бог вложил каждому из нас. И, знаете, настоящее смирение – это признать те дары, которые Бог дал именно мне, и служить этими дарами. Вторая уловка, которая рушит единство, написана в 21 стихе. Не может сказать глаз в руке, ты мне не надобна, или также голова ногам, вы мне не нужны. Если там была недооцениванная себя зависть, то это переоценивание себя, гордость. Когда человек говорит, о, а мое только служение, только важное. Когда, знаете, я употребляю такие фразы, один я тружусь для Бога, а больше никто ничего не делает, только мне это нужно, а всем остальным все равно. Это когда мы переоцениваем сами себя. Знаете, часто мы думаем, а какое служение лучше, какое служение хуже. Нету служения круче, нету служения хуже. Есть служение мое или не мое. Для каждого из нас в своем теле Бог предназначил свои функции. И когда мы смиряемся, когда мы позволяем Богу проявляться теми дарами и талантами, которые Он вложил через каждого из нас, тогда церковь будет иметь единство, она будет расти, она будет умножаться. Знаете, я подумал, а что может укрепить единство церкви? Что может соединить церковь еще больше в единстве? Я недавно смотрел одну передачу, было ток-шоу, где участвовал президент, и участвовали серьезные люди, бизнесмены, люди успешные. И они рассуждали на тему, а что сегодня не хватает для Украины? И знаете, каждый из них, из этих успешных людей, он говорил со своей позицией. Кто занимался образованием, говорил, вот образование сегодня проблема, надо образование подтягивать. Кто-то занимался охраной труда на предприятиях, он говорит, в этом сегодня нужно развиваться, вот в этом наше будущее. Кто-то занимался IT-технологиями, говорит, надо IT сегодня развивать. Знаете, я слушал это и подумал, что знаете, что нам сегодня не хватает, вот, например, как стране, как нации, как народу? У нас есть даже такая поговорка, моя хата с краю. О чем она говорит? У нас есть индивидуальный патриотизм, когда мы ценим то, что касается нас, то, что нам как бы вверено. Но знаете, чего я так думаю не хватает Украине? Нам не хватает коллективного патриотизма. Когда мы сильны ценить не только, что делаю я или вокруг меня, когда я ценю то, что делает кто-то другой. Когда я ценю то, что делает мой сосед, друг, ближний, тот, кто ответственный за что-то и в государстве, и точно так же и в церкви. Когда я вижу, чтобы страна, например, развивалась, это действие многих людей, тот зато ответственный, тот зато ответственный, и эти люди что-то делают, вкладывают в какие-то добрые вложения, и дело развивается. Знаете, я подумал, а что может укрепить этот коллективный патриотизм? Это благодарность. Библия говорит, за все благодарите. Один из переводов звучит по-другому. За все всех благодарите. Когда я начинаю благодарить, например, я благодарю за ту улицу, на которой я живу, я обязательно вспомню, кто-то ее убирает, кто-то ее освещает, кто-то ее асфальтирует, кто-то еще что-то делает на этой улице, и я увижу, не только я что-то несу, какой-то вклад, я увижу добрые дела и других людей. Если я начну благодарить за свое село, или за свой город, за свою страну, я увижу, сколько всего прекрасного, доброго делается внутри. Это будет развивать коллективный патриотизм. Знаете, если я в церкви буду видеть, как не только есть мое служение, а есть и другие люди, которые ревностно трудятся для Бога, и буду благодарить их, это будет еще больше развивать наш коллективный патриотизм. Знаете, я задал себе вопрос. Например, а когда последний раз я поблагодарил человека, который играет на гитаре в прославлении, в какой-то из групп прославления? Я скажу честно, я не помню. Когда я в последний раз поблагодарил кого-то, кто ставит слайды, например, на центральное служение, я скажу честно, я тоже не помню. И знаете, если мы будем уделять внимание, чтобы вдохновлять друг друга, благодарить друг друга за ту работу, которую мы делаем для Бога, я верю, единство в церкви будет еще больше. И знаете, я хотел бы сказать, чем крепче наша благодарность друг другу, тем крепче будет единство. Я хочу рассказать пример. Я когда-то уже его приводил, но он касается моего сердца. В Флориде на одном из пляжей произошла такая ситуация. Два ребенка, два брандика, 8 и 11 лет они купались. Они купались в море, было все хорошо, был такой шторм, но началось сильное обратное течение. Эти два мальчика, их отнесло в море, и сил вернуться обратной уже у них не было. Мама и бабушка, которые были на берегу, они увидели, что их дети погибают, бросились их спасать. К ним они доплыли легко, так как было обратное течение сильное. Вернуться обратно сил уже не было. Они понимали, что они могут погибнуть, держались как могли из всех сил. К сожалению, не было спасателей на том пляже. Но было много людей на пляже. Знаете, эти люди, которые были на пляже, они приняли такое решение. Они встали в живую цепь, держались за руки и сделали такую цепь от берега до того места в море, где находились эти люди. И таким образом они помогли им с моря вернуться обратно на сушу. И все четыре человека, и бабушка, и мама, и двое сыновей, они были спасены. Благодаря чему? Благодаря силе единства. Братья и сестры, мы с вами порознь, да, мы являемся частичками тела Христова, но вместе мы составляем одно тело, одну церковь Господа Иисуса Христа. Как важно, чтобы мы могли это ценить. Как важно, чтобы мы могли ценить труд, который есть вокруг нас через благодарность. Я хотел бы сказать такую практическую вещь. Давайте в ближайшее время, может быть, из нашего круга служения, а может быть, не из нашего круга служения, в нашей церкви найдем пять человек, которые трудятся для Бога, которые делают какой-то вклад в Царство Божье. Давайте их поблагодарим. Хотя бы просто простым человеческим словом за то, что они делают для Царства Божьего. Это, верю, укрепит наше единство, укрепит наши взаимоотношения. Итак, первое мы говорили, Христос – глава церкви. Второе – церковь – это тело Христа. И третья базовая настройка звучит так. Тело призвано расти. Тело призвано расти. В Луки 19, 10 написаны такие слова. Иисус говорит, «Я пришел, чтобы взыскать и спасти погибшего». Знаете, читая это место из Слова Божьего, я понимал, что для того, чтобы спасались люди, нужно прилагать усилия, нужно искать физически что-то делать. И сто процентов так и есть. Но недавно произошла одна ситуация в моей жизни, и на это место я немножко посмотрел с другого ракурса. Как я уже говорил, мы имели поездку на отдых, и перед ней я молился перед Богом и просил, «Господь, дай мне человека, которому я могу засвидетельствовать, рассказать о тебе, послужить кому-то, чтобы кто ищет тебя, я мог стать для него ответом». И вот я верю, знаете, Бог в молитве наполнил, что будет так. И для меня легче всего евангелизировать, когда есть запрос, когда люди что-то спрашивают, чем-то интересуются, ищут какой-то выход, ответ. Вот это как бы моя среда, мне легко. Мне тяжело начать первому контакт, где-то, знаете, там, контактить с людьми, так тяжело. И вот я ждал, будучи на отдыхе, я жду, что сейчас где-то кто-то вот или какую-то нужду расскажет, или может быть какая-то ситуация будет, где, может быть, какой-то вопрос будет, где я смогу послужить. Ждал такого сигнала как бы, да. И вот мы уже возвращаясь обратно, мы заехали в один город, заехали туда вечером, там ночевали, утром должны были ехать дальше. Когда мы заехали в этот город, нам нужно было найти место, где-то перекусить, попить кофе вечером. И мы зашли, в нем смотрим, такая булочная хорошая пекарня, там и кофе хорошее, зашли и заказываем, я пытаюсь на ломаном английском, с языком жестов, знаете, язык жестов никто не отменял, заказать кофе, там булочку. А женщина за прилавком мне говорит, говорите, я вас понимаю. Я, знаете, так обрадовался, знакомый язык, все хорошо, не надо изображать из себя лингвиста. И мы разговаривали с ней, все хорошо, она рассказала, что она из Грузии, 30 лет там живет. Мы так мило пообщались, все так было супер, так чудесно, знаете, и мы так расстались вечером, и на утро нам надо было где-то позавтракать. И вы думаете, куда мы поехали? Конечно же, в то место, где мы уже знаем, где вкусно, где есть женщина, которая разговаривает, нам понятно. И мы приехали туда. Мы приехали, заказали, и уже в конце, думаем, надо взять в дорогу с собой, у них они такие пекут сырные такие палочки. И мы заказали, она говорит, сколько можно вложить? Она зашла на такую коробку, такую толстую, большую, накладывают эти сырные палочки. И в конце она озвучивает сумму. И знаете, она озвучила сумму, и, как говорит брат Стас, у меня сделалось сердцебиение, особенно, когда я перевел эту сумму на гривны, сердце еще чаще начало как бы биться. И я скажу вам честно, я сказал ей такую фразу, которая немножко ее задела, я думаю. Вам, конечно, интересно, что я ей сказал, я расскажу сейчас. И когда она озвучила сумму, я посмотрела на эту коробку, говорю, а вы правильно взвесили? Она говорит, да, правильно. Я говорю, ну вы хоть без коробки взвешивали? Там коробка полкилограмма весит. И скажу честно, я вот это ляпнул, а потом думаю, вот это такое мелочное сляпнул, обидел человека. И уже как-то так, другие люди подошли, я отхожу, уже надо было ехать. И такая мысль, может быть, пойдешь, поговори с ней, ну как бы извинись. А потом вторая мысль приходит, а может, она не показалась, может быть, что и по-другому было. И мы, знаете, сели и поехали. Мы едем, и такая мысль приходит мне, а ты мог бы сейчас засвидетельствовать этой женщине? Я вспоминаю, знаете, что я впервые вспомнил? Вот эту ситуацию между нами, то, что я ляпнул. И я думаю, не, Господь, сейчас бы как бы я не очень хотел ей рассказывать, что я верующий. И тут моя жена параллельно еще булку ломает и дает мне булку. Я говорю, где ты булку взял? Она говорит, та женщина подарила. Я думаю, мама дорогая, это вообще хит, конечно, сезона. Знаете, честно, я ехал и думал, у меня не было уже возможности вернуться к ней, может быть, еще когда-то такая будет, извиниться. Я ехал и думал, а почему я такое сказал? Потому что я искал того, что выгодно мне. И знаете, Иисус сказал, я пришел взыскать и спасти погибшие. Первое, что делал Иисус Христос, его внутренность была всегда настроена, чтобы искать то, что выгодно Богу, то, что выгодно Иисусу Христу, это спасение души. Если бы внутри меня была такая установка, и я искал номер один, что выгодно Богу, это спасение души, я ввел бы себя совсем по-другому. Знаете, когда мы нацелены на спасение души поиском внутри своего сердца. Мы будем совсем по-другому вести себя в своем дворе, будем совсем по-другому вести себя на своей улице, будем совсем по-другому вести себя в магазине, в очереди, где-то, может быть, в кафе с официантом. Если мы нацелены на поиск спасения этих людей, наше отношение изменится. Знаете, я получил для себя простой важный урок. Номер один, что должно искать мое сердце, это спасение моего ближнего, людей, которые меня окружают. Людей, которые меня окружают. Знаете, каждый человек, он чувствует, чего мы ищем, какое состояние нашего сердца. И 2 Коринфянам 12, глава 14 стих, апостол Павел говорит, «Вот в третий раз я готов уйти к вам, и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас». И хочу сказать, братья и сестры, простое важное откровение. Прежде чем Евангелие коснется сердца человека, его коснется отношение нашего. Сердца. Давайте будем искать номер один в своей жизни. Самой большой выгоды не для себя, а самой большой выгоды для Иисуса Христа. Спасай людей, проповедуй им Евангелие. Давайте мы сейчас поднимемся. Если можно, музыкант, пройти на сцену. Сегодня мы с вами говорили про базовые настройки церкви. Это Иисус Христос, глава церкви. Церковь – это тело Иисуса Христа. Тело призвано расти. Знаете, когда я размышлял об этом, когда я думал об этом, я подумал, а сколько сегодня на этой земле есть различного рода фирм, различного рода предприятий, заводов, разного рода институций, сколько построено всяких хороших зданий. И все это построено благодаря большим усилиям, большой заплаченной цене, большим жертвам. Чем больше фирма, чем больше концерн, тем больше туда вложено сил, тем вложено туда больше жертвы, тем больше там заплачена цена. Знаете, я подумал, любые фирмы, любые здания, любые предприятия, они временные. Придет время, и они прекратят свое существование. Может быть, по времени, может быть, что-то изменится. Но знаете, есть одна институция, которая была создана самой большой жертвой, самой большой ценой, самым большим вкладом. Это церковь Господа Иисуса Христа, которая никогда не остановит свое существование. Она будет существовать на этой земле, она существует уже 2000 лет, она будет существовать в вечности. Самая главная институция, которая создана, это церковь Иисуса Христа. Знаете, я подумал, а если бы сегодня я работал в какой-то суперкомпании, супермега-компании, Apple, Google, Samsung, не знаю, как бы я себя чувствовал? Я бы, наверное, по-доброму этим гордился. Я бы, наверное, как бы трепетно к этому относился, я бы, наверное, это очень ценил. Дорогие братья и сестры, Бог удостоил чести нас быть частью самой главной институции, церкви Иисуса Христа. Давайте это ценить. Давайте этим дорожить. Давайте с трепетом к этому относиться. С трепетом отнеситься к Его главенству в нашей жизни. С трепетом относиться к нашим братьям и сестрам, которые нас окружают, к Его церкви, к Его невесте, к Его делу. Давайте ценить то, что Бог спас нас, что Бог благословил нас. Я хотел бы, чтобы в этой завершающей молитве мы могли помолиться и поблагодарить сегодня Иисуса Христа за то, что Он создал ценой самой большой жертвы, ценой самых больших усилий, ценой, может быть, самого большого позора. Он висел на кресте, обезображенный, уничиженный. Он платил за грехи наши, чтобы мы с вами имели право быть прощенными, очищенными, чтобы имели право называться и быть Его церковью, Его телом, Его невестой. Давайте поблагодарим Бога за то, что в церкви Иисуса Христа есть не только мы, а мы есть одно тело, которое создано с разных частичек. И каждый из нас важен, труд каждого важен, вклад каждого важен. Благодаря служению каждого из нас тело растет и умножается. Давайте просим Бога, чтобы Он благословил нас, и мы могли быть настроены на поиск самой большой ценности спасения души. Чтобы Бог благословил нас, чтобы наша церковь росла и умножалась, чтобы другие церкви росли и умножались. Господь Иисус, мы благословляем Твое Святое Имя. Мы приходим к Тебе сегодня и благодарим Тебя. Ты есть глава церкви, Ты тот, кто создал церковь, и врата ее не одолеют. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты заплатил самую большую цену, Ты положил самую большую жертву, чтобы создать церковь, чтобы дать нам право быть прощенными, очищенными, чтобы дать нам право принять завет с Тобою и стать частью народа Твоего, следовать за Тобою по этой жизненной дороге, Господь, реализовывать свои дары и таланты в церкви. Спасибо Тебе. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что нас окружают братья и сестры, которые служат Тебе, которые верны Тебе, Господь, которые трудятся для Тебя. Спасибо Тебе. За все служения в нашей церкви, за все служения в других церквях мы благодарим Тебя и воздаем Тебя славу. За каждое доброе дело, за каждую молитву, Господь, за каждую проведенную домашнюю церковь, в спевку, Господь, за весь вклад, весь труд. Мы благодарны Тебе, Иисус. Спасибо Тебе. Мы вместе Твое тело. Мы вместе исполняем Твою волю. Мы молимся и просим, Господь, благослови, чтобы мы могли также искать спасение погибающих душ. Чтобы мы могли быть настроены, нацелены не на свою выгоду, но искать выгоду для Тебя, чтобы проповедовать Слово Твое, чтобы спасать людей, чтобы церковь росла, и умножалась. Мы благословляем Твое Святое Имя. Благослови, Господь, может быть, кто-то сегодня в служении, ему тяжело, Господь. Может быть, кто-то устал, подкрепи, Иисус. Благослови нас, Господь, поддерживать друг друга через благодарность, через единство, Иисус. Благослови, может быть, кто-то сегодня запутался, он недооценивает себя, позволь посмотреть на себя Твоими глазами, найти свое место в церкви Твоей, в теле Твоем. Может быть, кто-то сегодня переоценивает и не видит других. Господь, дай нам посмотреть на красоту Твоего тела, на широту Твоего служения. Мы благодарны Тебе. Благословляем Твое Святое Имя. Превозносим Тебя. Ты есть наш глава. Ты есть наш пастырь и начальник. Ты есть наш Господин. Прими сегодня честь, хвалу и славу. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте славу воздадим нашему главе, нашему пастыре и начальнику Иисусу Христу. Слава нашему Богу. Перед нами будет еще одна молитва. Я хотел бы помолиться сегодня с людьми, возможно, в первый раз на служении. Может быть, не в первый раз, несколько раз на служении. Но вы еще не кались перед Богом. Знаете, Иисус Христос, Он избрал свою церковь, и Он ведет ее по жизни на этой дороге. Он ожидает ее в вечности. Если ты хочешь сегодня присоединиться к церкви Иисуса Христа, то первый шаг это покаяние. Попросить прощения в своих грехах. За это Иисус заплатил 2000 лет назад своей жизнью, своей кровью. Он хочет простить тебя сегодня. Если ты честный человек, и ты хочешь покаяться сегодня перед Иисусом, я не приглашаю вас в нашу церковь, я приглашаю тебя на встречу с Иисусом Христом. Пройди сюда вперед, мы будем иметь молитву. Если ты хочешь сделать первый шаг, чтобы стать частью церкви Христовой, все начинается с покаяния. Знаете, сегодня в мире есть много разных институций хороших. Есть больницы, которые лечат физически. Есть психологи, которые могут помочь разобраться в своих мыслях, в своих переживаниях. Но только есть одна институция. Церковь Иисуса Христа и Господь Иисус Христос, как ее глава, который может простить грехи, который может изменить жизнь, который может изменить направление нашей жизни. Нету другого человека, кто мог бы прощать. Нету другой личности, кто может спасти, кроме Иисуса Христа. Если ты хочешь сегодня быть прощенным, очищенным и измененным, я хотел бы молиться вместе с тобой. Я ощущаю, что есть еще люди. Вы стоите, вы переживаете, вы думаете, вы на таком раздорожье идти, не идти. С одной стороны, внутри вас есть такой тихий голос, который говорит, иди, я жду тебя. А другой говорит, как ты будешь выглядеть, что о тебе подумают люди. Иисус Христос ожидает тебя. Он хочет изменить твою жизнь. Он хочет благословить тебя прямо сегодня, прямо сейчас. Сегодня день спасения. Может быть, завтра этого шанса уже не будет. Может, этой возможности уже не будет. Дорогой друг, проходи. Мы ждем тебя. Бог хочет коснуться твоего сердца, изменить твою жизнь. Аллилуйя, Иисус. Спасибо тебе. Дорогие, кто вышел, я не прощаю грехи, прощает Иисус. Я просто помогу вам обратиться к Нему. В вашем сердце. Повторите слова этой молитвы вместе со мной. Я верю, Бог вас услышит и простит. Давайте мы вместе помолимся. Отец Небесный, я прихожу к тебе, такой, как я есть. Я каюсь во всех моих грехах. прости меня, очисть омой своей святой кровью. Я признаю тебя моим Богом, моим спасителем. И хочу быть твоим детям и следовать за тобою. Я молился во имя Отца, или молилась от Сына и Святого Духа. Аминь. Аплодисменты для вас. Искренне вас поздравляем с этим первым шагом за Богом. Это первый шаг. Знаете, после этого шага вы оказались на раздорожье. И у вас есть право вернуться обратно к старой, своей греховной жизни. А есть право начать новую жизнь вместе с Иисусом Христом, с Его Церковью. Мы хотим сегодня с вами познакомиться, вручить вам подарки. И хотим, чтобы вы прошли центральное фойе по центральному проходу. А мы как Церковь будем вам аплодировать. Пройдите, пожалуйста, наши служители помолятся за вас, познакомятся с вами, вручат вам подарки. Да благословит вас Господь. Спасибо. 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 Спасибо.